Я хочу пригласить 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 и в региональных городах средних изменения порой действительно очень большие. И преимущественно все же в сторону увеличения средней стоимости билетов. Какую-то закономерность по городам вывести довольно сложно. Где-то открылся Аймакс, например, как в Барнауле, где стоимость увеличилась практически на 16% средняя, или в Владивостоке, где практически на 13% возросли показатели. При этом в Томске, например, просто открылся новый кинотеатр, но стоимость билета возросла практически на 21%. То есть, возможно, там все сопряжено с дип-залами, с какими-то отдельными услугами, которые... вид-услугами. При этом в Новокузнецке открылся Аймакс, но увеличение небольшое, лишь на 1%. То есть, какую-то закономерность здесь так навскидку вывести пока сложно. И вот, кстати, по поводу Аймакс. Мы регулярно, скажем так, оживляем наши статистические выпуски бюллетенек на прокачках индексом сарафана, что называется. То есть, наши сейчас, к сожалению, сложно пока все еще с обратной связью, да, и с зрителями, с отзывами зрителей, с какими-то социологическими исследованиями. Тем не менее, мы стараемся обращаться к социальным сетям, обращаться к сайтам кинотеатров и следить за тем, что же говорят зрители там. И вот, например, по поводу Аймаксом, в последнее время мы заметили проявляющиеся высказывания относительно того, что цена билета в 500 рублей, да, а я замечу, что, вот, когда, если немножко абстрагироваться от средних показателей, 500 рублей — это, в принципе, нормальная стоимость для московского уикенда, да, не Аймакс, людей возмущала цена в 500 рублей, которая оборачивалась, например, двумя тысячами для семьи из четырех человек, особенно если качество фильма или качество фильма в этом формате зрителей по тем причинам не устраивало, да, позвольте привести пример, почему билеты такие дорогие в Аймакс, народ вообще не ходит, судя по заполнению в зал, раньше были по 400, можно было посещать, на 500 рублей — это перегор, и понятно, что затраты надо отбивать, с этим не спорю, но давайте исходить из реального экономического благосостояния россиян, собственно, то, что пишут зрители. Можно привести еще примеры, но, собственно, не будем отвлекаться, да, но, тем не менее, про качество, да, здесь тоже не нужно забывать, потому что среди отзывов зрителей нередко фигурировали отзывы, что на хорошее кино денег не жалко, другое дело, что его, увы, немного. И, кстати, здесь интересен такой коативный подход компании Disney, да, которая, как мы помним, в прошлом году выпускала бесплатно в кинотеатрах фильм «Счастье есть», и вот как раз на него довольно много было отзывов, что, в принципе, кино хорошее, и, в общем-то, даже за него было не жалко чтобы заплатить деньги, в отличие от каких-то других проектов, на которые зрители приходили и разочаровывались. Прирост по средним и небольшим региональным городам можно попробовать объяснить через продолжение развития кинопоказов и как раз-таки улучшение вот этой самой услуги, о которой говорилось. Это улучшение качества кинообслуживания, заход сетей, закрытие, мол, современных независимых площадок. При этом интереснее гораздо посмотреть, почему стабилизировалась и, в общем-то, может быть, слегка понизилась цена билета как раз-таки в крупных городах. И вот здесь мы уже можем столкнуться как с какими-то такими объективными факторами, общими для всех факторами, например, снижение востребованности 3D-формата. И как раз любопытно, что вот в той самой статье, о которой я говорила в начале выступления в 2011 году, там как раз 3D существенно влиял на рост цены. И это была новая игрушка, в которой активно игрался кинопрокат. Но сейчас мы констатируем, что на конец августа доля 3D, IMEX и некоторых других форматов составила в тот или 37,8%. Тогда как на тот же момент времени в прошлом году этот показатель равнялся 56%. При этом, если IMEX не сдал позиции и подрос, то исключительно 3D упало с 46% до практически 33%. Это такая общая тенденция, которая наблюдается на рынке. Но также могли вынуждены измениться зрительские предпочтения в плане похода на дневной сеанс или на четверг вместо субботы. Это, собственно, такие антикризисные меры, которые предпринимает все еще активный зритель, который хочет смотреть новинки в том же темпе, как, собственно, и делал это раньше. Но могли сказаться более активные поиски зрителями альтернативных методов просмотра. Об этом, собственно, было уже сказано. Например, в таковы можно отнести акции, скидки, креатив кинотеатров, по части удержания зрителей. Креатив очень нужный площадкам, но очень нужный зрителю, но довольно часто раздражающий дистрибьюторов. И, собственно, вот этот креатив я попробовала разделить на две части. Первый – это как раз те, с которыми рынок уже живет не первый год, и, в общем-то, с ним примирились, смирились все прокатчики, и, в общем, можно и нужно работать. Это всем хорошо известны будничные акции, когда в первые дни рабочей недели, закрывающие дни прокатной недели, в кинотеатрах начинают действовать всевозможные скидки для студентов, пенсионеров, детей, или же наоборот, или же как раз те самые дни по единой цене. И, кстати, как раз таки, вот уже об этом вносили и сказано, в этом году мы неоднократно слышали от кинотеатров, что вот неделя начинает выравниваться за счет, у посещаемости за счет того, что многие стремятся приходить во вторник следу, когда единый день, так называемый, и это происходило не только летом, когда есть, когда, собственно, есть фактор каникул, но и весной, в общем-то, нормальное, активное рабочее время. Собственно, вот этот антаж наблюдался, и средняя цена посещения одного сеанса в эти дни резко падает. Например, как я говорила, да, мы взяли среднюю температуру по больницам 252 рубля, то в будня она падает примерно на 16% до 205 рублей. И, разумеется, почему это устраивает дистрибьюторы, да, акции распространяются на фильмы, которые не попадают под меморандумы, которые длятся порядка двух недель рабочих в среднем. Вот, приведу еще отзыв зрителей, да, на на тему. В студенческие времена довольно часто ходила в кино со скидками на утренние дневные сеансы, что подешевле. Сейчас, возможно, столько по выходным, но утренние сеансы по выходным стоят на 20 рублей дешевле, чем вечер. Из-за такого расклада уже почти год не подхожу нормально в кино. Да, это как бы разница в выходные, к сожалению, невелика, приходится уходить на дневные. И еще один, собственно, пример, да, это работа с фильмами, которые уже преодолели двухнедельный партнер, и которые могут официально, скажем так, попасть в подросток продаж, это снижение стоимости от новинок холдойка. То есть, новинки идут по высокой цене, где-то может быть дальше предписанную дистрибьютором. Дальше идет лесенка и снижение стоимости. Вот. Собственно, это, пожалуй, два примера некого комфортного ценообразования, которые комфортны для дистрибьюторов, то есть, когда у вас не будет дополнительных проблем, да, в этом смысле. Потому что акции подконтрольны. Дистрибьюторы всегда, я думаю, что вы лучше знаете, да, кинотеатры в этом плане, что они всегда говорят о том, что нужно обсуждать, добиваться, искать какие-то опции, но тем не менее довольно четко это контролируют. И вот как раз в фестивале, ночи, какие-то вот комбинации фильмов, вот все эти акции, они как раз касаются фильмов второго экрана, но в этом смысле они все по-прежнему привлекательны для зрителей. В принципе, если есть что смотреть на экране и если есть чему сопереживать, понятно, что дальше есть пиратские копии, но тем не менее далеко не всегда мы наблюдаем, да, уже не первый год, когда ведем публику зиму уже в сети, что не всегда наличие пиратских копий влияет на решение пойти в кинотеатр. Но гораздо болезненнее дистрибьюторами, кстати, хотела здесь добавить на фестивале, мониторя сайты киносетей, мы, например, видели опрос зрителей в отношении вот этих альманахов мультикино. Свыше 53 процента ответило, что привлекательность этого формата для зрителей состоит в том, что в цене билета 100 рублей. И, собственно, вот вопрос о детском ценообразовании, да, здесь. Болезни, и вот сегодня уже говорилось об открытии новых площадок, и как раз новыми площадками часто пытаются поэкспериментировать с ценой очень болезненным для дистрибьюторов образом. Это, собственно, пример, который прозвучал этим летом, когда одна из сетей объявила о том, что стоимость билета в течение всего лета будет составлять 99 рублей, но акция продлилась не три месяца, как заявлялась, а три недели. И, собственно, это пример, который может восприниматься как дремя. То есть в данном случае рынок очень болезненно отреагировал, и отреагировал не только рынок, но и зрители, потому что мы, промониторив эту ситуацию впоследствии, увидели, что зрители писали как так, почему вы обещали, что такая цена билета на все лето не означает, что к 16 июня эти цены должны уйти. Еще один пример, коротко я скажу. Еще один пример – это, собственно, некая динамическая цена, которая меняется, допустим, ну, она подходит для альтернативного контента, когда цена, допустим, за неделю существенно ниже, чем день показа. Ну, схоже с тем, как продаются билеты на концерты. И, в общем-то, она актуальна для альтернативного контента, потому что это не супер-блобастер, на который в любом случае заплатят высокие деньги. И, но, с другой стороны, и здесь тоже, кстати, есть отзывы зрителей, которые говорят, что, например, доктор кто был глубокий вдох был неоправданно дорогой, из 600 рублей – это перебор, в отличие от предыдущей версии. Собственно, цена вопроса, да, цена образования – это всегда не только то, что кинотеатры, не только экономика кинотеатров, но и возможности зрителей, да, и до тех пор, пока зрители будут готовы платить, кинотеатры, конечно, будут пытаться поднять стоимость билета, но в этом году особенно остро ощущается, что готовы платить, в общем-то, только за большие громкие релизы, а средние релизы и релизы поменьше начинают просилять, собственно, вы это видите, и вот здесь как раз, наверное, имело бы смысл как-то придумывать какие-то, какие-то овуляции и креативить. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.